Девушки отдыхают Юль, может быть я ошибаюсь, но мне кажется, футбол это та игра, которая на сегодняшний день не оставляет равнодушным никого. Вот я недавно узнала, что помимо обычного большого футбола есть еще такие разновидности, как мини-футбол, пляжный футбол и большой футбол. А самое главное, я узнала, что в команде «Каскад» играют три очень известных футболиста. Причем эти футболисты абсолютно, опять же, разные виды футбола представляют. Пляжный, мини и большой. И здесь они именно объединились, чтобы поиграть в твой любимый мини-футбол. Насколько я слышала, сегодня у них будет здесь проходить игра, и нам с тобой сегодня выпадет честь и возможность пообщаться с ними тремя. Поэтому, наверное, можно будет у них спросить, чем, собственно, различаются эти виды футбола. Ну, конечно, мы еще не это сможем у них спросить. Я думаю, что очень интересно будет с ними пообщаться. Очень интересно. А тем более посмотреть, как они играют. Пойдем? Пойдем. 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 Сергей Гивилевич Коридзе. Родился 6 декабря 1975 года в Одессе, украинской СССР. Украинский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий московского клуба КПРФ, бывший игрок сборной Украины по мини-футболу. Воспитанник Одесской с душор Черноморец. В большом футболе играл на позиции защитника. В командах Черноморец, Махачкалинском Анжи. В 1995 году перешел в мини-футбол, приняв предложение играть в одесском локомотиве. Играл в московской Дине, будучи лидером команды. В 2004 году Сергей перешел в Щелковский Спартак-Щелково, а год спустя выиграл в его составе Кубок России по мини-футболу. Также играл в команде ТТГ Югра. В составе сборной Украины по мини-футболу Сергей Коридзе дважды становился серебряным призером чемпионата Европы по мини-футболу в 2001 и 2003 году. Оба этих турнира он покинул в звании лучшего бомбардира. Сергей Коридзе признан лучшим бомбардиром сборной Украины по мини-футболу за всю историю. Имеет звание. Заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Украины по мини-футболу, обладатель Кубка Украины по мини-футболу, обладатель Кубка России по мини-футболу, серебряный призер чемпионата Европы по мини-футболу, обладатель малых бронзовых медалей турнира европейских чемпионов, лучший бомбардир чемпионата Европы по мини-футболу, лучший бомбардир чемпионата России по мини-футболу, лучший нападающий чемпионата России, почетный знак АМФОО. Антон Павлович Шкарин. Родился 15 ноября 1982 года в Гижиге Магаданской области, СССР. Российский игрок в пляжный футбол. Защитник ПФК «Локомотив». Мастер спорта международного класса. Чемпион мира 2011 года. Имеет звание. Победитель Кубка Европы, победитель Евролиги, победитель Суперкубка России по пляжному футболу. С 2005 по 2011 год является чемпионом России по пляжному футболу. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы после сложной игры, но все-таки игры, в которой вы победили, пришли к нам, согласились с нами пообщаться. Мы очень рады вас видеть. Тем более, вы в Востоке звание, столько титулов, что мы на самом деле даже сами не можем разобраться. Нет, мы разобрались, но просто перечислять их у нас не хватит времени. Кстати, игра напряженная была? Или спокойно? Достаточно напряженная. Ну, сам напряженная из тех, в которых я участвовал. Почему? Потому что соперники сели? Знаю, команда на втором месте шла, да? Ну да, насколько знаю, они нас преследуют. Преследуют? Да, нас сказали, что они буквально на месте пешка. А вот я так наблюдала, вы все время как-то в основном на скамейке сидите. То есть, что вас выпускают, только голы забить? Ну, то есть, просто, ну, потому что я смотрю, вот вы выходите и забиваете гол. Вот каждый из вас, по-моему, поп... А потом вас сразу же убирают из поля. Ну, всем дают поиграть. Девять человек, десять даже сегодня было. Поэтому всем хочется поиграть. Поэтому меняемся почаще. Ну, мидфутболе так везде. Меняется по очереди играть. Сначала одна четверка, потом вторая. Так что нет, первый, второй, тот сидит. Ну, вы профессиональные игроки, да? Как вам с любителями играть? Поделитесь. На данный момент уже не профессиональный. Нет, ну, все равно за плечами-то... Ну, да, ну, мини-футболы немножко другая игра, да, чем большая где-то. То есть, и... Может быть, даже некоторые... Вот мне сложнее, например, с некоторыми футболистами здесь, потому что... Другая специфика, и где-то... Может быть, именно в мини-футболе они все реализовали, и где-то сложнее. И даже с любителями очень сложно. Да. А вам, Сергей, как? Ну, здесь... Здесь играют не только любители, играют ребята, которые раньше тоже играли в мини-футбол, и играли в там высшей лиге, в суперлиге. Поэтому и у нас в команде есть любители. Достаточно высокого уровня. Достаточно интересно. И им, наверное, и нам в особом им напрягаемся. Ну, и им интересно станет проиграть тоже. Есть два таких типа, вот, по крайней мере, я встречал. Одни, которые недолюблют или что-то там, именно на поле, там, хотят доказать чего-то. А некоторые относятся с уважением, то есть, сами играют, дают тоже играть. Скажите, пожалуйста, вы все начинали с большого футбола, да? Как вы пришли к... Ну, вот только вы всегда играли, да, в большом футболе, в мини-футбол, насколько я понимаю, только в этом турнире, да, вы играете? Ну, в детстве мини-футбол, когда зима, это зал. Поэтому... А так, да, только большой футбол, мини-футбол, часто только вот зимой для поддержания формы. Сергей, вот вы начинали с большого футбола, и, мало того, вы заслуженный мастер спорта украин. Да, то есть, вы там родились, да, вы начали... Играли за команду? Да. Играли за команду, да? Ну, да, я родился в Одессе, воспитанник одесского черноморца, там играл в дубли с черноморцев. Потом некоторое время я играл в Анжи, во второй лиге, правда, они тогда были, да, нет. Но потом как-то... Как мини-футболы пришли? Ну, вот после Анжи, приехав в Одессу, как-то какой-то был перерыв у меня, и друзья позвали поиграть в мини-футбол. Ну, как-то так затянуло, понравилось нас это, и начал... А как в Россию перебрались? Ну, в Россию перебрался уже после чемпионата Европы был в Москве, вот, и мы там удачно выступили, вышли в финал. И после этого чемпионата пригласили в московскую Дину, которая тогда была десятикратным чемпионом России. А живете здесь в Щелку? Да. Антон, у меня к вам вопрос. Вы вот единственный, наверное, представитель здесь такого вида спорта, как пляжный футбол. Как вас-то угораздило? То есть... Ну, дело вообще случаев, когда в 2005 году я играл тогда за команду Лемон Пайп, мини-футбол, это уже высшая лига, они тогда играли. У нас было межсезонье, летом отдыхали, и у нас общие друзья там в Warface, которые работают, ребята, они пригласили, говорят, новый вид футбол появляется, давайте попробуем у вас, сейчас пауза. Ну и пригласили нас там в Серебряный Бор, первый стадион там построил, был построен что-то раз-два, там чемпионат какой-то организовали в Москве, ну, что-то типа того было. То есть просто пошли приграть. Да, но там и люди, причем тоже все такие не любители были, а профессионалы, ну, которые сейчас пауза в основном была, которые отдыхают, из мини-футбола причем. И мы тогда выиграли, по-моему, чемпионат какой-то там был. И все, вроде как должно начинаться уже мини-футбол готовиться, и мне говорят, давай попробуем. Я говорю, нет, я как-то мини-футбол все-таки три года уже там тренировался, играл. И что-то уехали мы на сборы, потом сезон начался, и я с тренером, когда с Ливан Папе, там немножко, он меня посадил на лавку, в общем, и я понял, что уже ничего там не светит. И решил попробовать. Мне как раз опять пригласили, Николай Писарев на сборы позвал перед Кубками Европы, там, в Москве в 2005 году. И вот так я попал, и все, сразу ушел, и даже не жалей ни о чем. Ну, разные, да, вот это покрытие, и песок, это же разные группы мышц. Ну, я хочу сказать, что с большого футбола люди приходят, допустим, пляжные, им сложнее, потому что все-таки там специфика немножко похожа на мини-футбол, потому что там и зоны, и зональная такая защита, там, допустим, мы передаем игрока так же. А ребят приходят из большого футбола, им сложно перестроиться так, вот как я вот вижу. То есть, если ты играешь в большой футбол, то не факт, что ты придешь и хорошо сыграешь в мини-футбол? Да, да, не факт, что ты в мини-футбол. Некоторые люди приходят в порядок, которые там из большого футбола, но не ловят они вот этот момент, как и мне нравится. А где себя уютнее чувствуете? Уютно? В мини-футболе или на пляже? Ну, сейчас, наверное, конечно, в пляже, в футболе. Ну, в мини-футбол я тоже очень люблю, это ведь спорт. Особенно, когда очень много в пляже в футбол играешь, там, сезон, допустим, уже заканчивается, уже хочется сменить что-то, вот, и мини-футбол выручают туда очень сильно. Вы уже сыгрались между собой? Ну, так, вы уже... Мы потихоньку сыгрываемся. Да, да, да. Взаимоприимание появляется, да, конечно. А вообще вот тяжело в команде сосуществовать? То есть вот иногда сталкиваешься с тем, что игроки друг друга критикуют. Там, вот, да, абсолютно там ни то, ни так. Часто сталкиваетесь с таким? Ну, можно сказать, у нас кредитный уровень, поэтому у нас все доброжелательно. Ну, получаем удовольствие, да, мы играем в футбол. Я удовольствие получаю. А вы вообще проигрывали, вот, в нашем счетском турнире, здесь вот, на, вот, сейчас проигрываете? Да, я проигрывал уже. Я тоже один раз, вот, за, сколько играет, вот, три года, вот, первый раз проиграл, вот, когда две игры назад, да. Ну, и как ощущения? Да, да. Мне очень приятно. После каждого поражения, мне приятно проигрывать. А вообще, сами-то, вот, футбольные матчи какие-то смотрите, там, по телевидению или ездите сами, вот, смотреть, остается это? Или как-то? У меня, если честно, уже, жена с ума сходит от этого футбола, потому что у меня перебор футбола, и работаю, один футбол, и домный футбол. То есть, конечно, смотрю, и не смотрю. Вы же еще тренируетесь сейчас? Да, вот, скажите, вы тренируете детей. Ну, год назад, да, когда я закончил, при Василии в Академию Спартака, ну, больше я сам, сам захотел попробовать, да, потренировать, потому что все-таки всю жизнь в футболе, и что-то другое, ничего другого, я, по-моему, ничего другого не умею. Ни к чему другому даже, наверное, и душа не лежит, да, особо? Не лежит, но это мое, это все, вся жизнь в футболе, и поэтому хотелось попробовать, прежде всего, с детей. И получилось так, что вот попал в Академию Спартака, слава Богу, что там сейчас руководят те люди, с которыми я даже и играл, Черенков, Родионов. То есть, и меня взяли на работу, я был помощником главного тренера, у нас на каждом возрасте есть главный тренер, есть помощник. И вот попал на 94-й год, это вот выпускной год, последний, с Андреем Пятницким тоже был в футболе Спартака, вот я ему помогал. И сейчас вот работаю уже второй год в Академии. Миша, скажи, пожалуйста, сколько лет ты здесь тренируешься? 12. И все это время тренер у тебя Алексей Милешович? Нет. А сколько у тебя поменялся? 4 тренера с 19. Ну, как ты считаешь, какое место занимает он по тренерскому, какому уровню? Тебе удобно с ним? Да. В чем именно? Интересные тренировки проводил, он сразу на игру. Ага. А скажи, пожалуйста, вы сразу нашли контакт? Да. Ну, он был у нас вторым тренером, когда при Пятницком был. Мы в чемпиад России, и Пятницкий ушел в тренер 95-й год, а он стал главным тренером. Сколько лет уже тренирует вас? Два года, по-моему. Два года, да? Ну, скажи, пожалуйста, за это время вы выигрывали? Да. Часто? Да. Примерно, какие матчи? Чемпионат России выиграли, в финале «Зенита». Ага. Ну, и скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что от тренера все зависит? Конечно. Или от игроков? Нет, от тренера. Как команду подготавливает, так она играет. Ага. Он вообще кричит, срывается? Ну, бывает на тренировках. Да? Да. Когда ведь не дорабатываем, тогда срывается. Ага. А часто недорабатываем? Ну, бывает. Понятно. Ну, а какие качества ты в нем ценишь? Ну, спокойствие, понимание. И он как с детьми, с нами, с нами разговаривает, общается. Ага. Ну, дальше планируешь продолжать? Да, есть. Ага. Ну, у вас много людей попадает в спорную? Ну, в команды вообще? Ну, да, с спортака очень много. Чемпионат России он играет, почти все с спортака сходили. Ну, то есть у тебя тоже планы? Конечно. Сколько лет уже должен знать? 13, ну, все, примерно. Я 4 года. 4 года. Ну, что можете сказать о вашем тренере? Хороший тренер. Он еще с Пятницким заработал. У него много, наверное, взял. Хороший. А знаете, что он играл в команде, да? Да, да, да. Ну, вообще, знаете, его достижения-то? А его? Чемпионат России. Кубок, наверное, России. В два раза чемпионат России, да. Мы гордимся. Мы гордимся, что у нас такой тренер. А вы знаете, где он вообще живет? На Щелках. Город Щелка. А вы туда когда-нибудь приезжали? Нет. А знаешь, там тоже есть большой спортивный стадион? Нет, не знаю. Мини-футбольная команда. А, мини-футбольная. А вы только в большой? Да, ну да. Скажите, пожалуйста, вот вы сколько вообще раз в неделю тренируетесь? Каждый, кроме субботы. А, ну каждый день я и в воскресенье игралась. Или в субботу. Ну вот тяжело вам вообще с таким графиком или как? Ну, привыкли уже. Ну, то начало, когда из опыта выходим, тяжело бывает. Ага. Ну, с тренер у вас, как сказать, он лоялен к вам? То есть он какие-то вещи там, ну, допустим, если у вас там нога будет? То есть, или он говорит играть в любом смысле? Нет, нет, по самочувствию. Да. То есть он вас как бы чувствует, он вас понимает? Да, да. Ага. А что вот он, ну, есть у него какие-то, знаете, такие тренерские приемы там или правила какие-то, которые вот он просто жестко требует от вас? Что вот, что требует? Ну, дисциплину и для щитков нельзя выходить. А скажите, пожалуйста, вы, как бы, он вас готовит сразу вот куда-то, да? Вот он вас настраивает на то, что вы должны выйти вот в команду, да? Конечно, конечно. В дубль все готовимся. Если с вами поднял, то другие команды можно. Ну, все хотят дальше чуть-чуть. Просто. Ну, для вас является примером? Да. Естественно, когда взяли меня в академию, первым делом меня отправили на учебу, чтобы была категория тренерская, иначе ты без категории не имеешь права работать. Ну, и вы в статье писали, что очень, вы много для себя сделали открытий, и что действительно так... Что кажется, у вас неправильно там где-то даже настраивать, тренировать. Дело в том, что, не знаю, как и раньше, сейчас очень строго, и уровень знаний, который дается, очень высокий. Но, опять же, не все тренера, да, где-то тренируют потом методики, которые преподают. Может, не хотят или не знают, не знают. Но очень много для себя открыл, да, и сейчас понимаю, что очень много вещей делал неправильно. То есть, я вот сейчас, как начинающий тренер, ну, некоторые вещи никак в жизни не буду применять вот детям, взрослым ребятам. А вы жесткий тренер, или либо все-таки там кого-то по голове погладите, кого-то накажете? Ну, ты пряник? Каждый, каждый настолько индивидуальный человек, к каждому нужен этот подход. То есть, кому-то можно жестче, с кем-то можно как с другом, и то грань держать эту. Каждый индивидуальный, но очень требовательный. Очень требовательный, но, может быть... Ну, я сейчас работаю с 94-м годом, это, считай, взрослые ребята практически в Новгородской последний год. 18 лет уже с ними проще, где-то проще, где-то в чем-то сложнее. Параллельно еще веду коммерческую группу, у нас есть коммерческие группы двухтысячные, ну, дети 10-8 лет. С ними сложно. А как вы считаете, этот вопрос ко всем, как у нас с футболом в Щелково вообще вот сама... В Щелковском районе, в Щелковском районе, да. Знаю, во Фрязино команда, которая вышла, по-моему, там в третью или, я говорю, куда-то в вторую, ну, куда-то вышли они. Вот все, а больше... Раньше, мне кажется, уровень футбола в Щелково был гораздо выше. В том плане, то, что и команда была своя, и народ ходил, болел. И в мини-футбол постоянно тоже. Вы видите, сколько народу ходит у нас на любительский мини-футбол, полный зал. И очень жаль, очень жаль, что сейчас нету никакой профессиональной команды, куда бы дети... У нас же есть школа детская мини-футбольная. Подрастали, да. И некуда идти подрастающему поколению. Финансы, в чем же проблема? Финансы. Городу это не нужно, и все, вот, прежде всего, из этого. Ну, раньше мини-футбольная команда была, второе место, в кубок выигрывали, да, раньше? Да, да, в кубок выигрывали. Команда «Большой футбол» была во второй лиге. Раньше, когда я еще был в школе «Спартака», сюда приезжал дубль «Спартака», да, здесь места не было свободного и за воротами. Какое было время, команда была очень сильная здесь. В футбол здесь всегда была хорошая команда была, всегда и в мини-футболе, и в большом футболе. А после вот этой кризиса финансово, да, и перестало здесь… Самое главное, что условия-то все создали, и мини-футбольный, и в большом футболе, условий шикарный. Даже если посмотреть на кубки, там же стоят кубки, которые, я так понимаю, были завоеваны в борьбе с очень сильными командами, которые приезжали сюда из разных стран, насколько я вот слышала. Конечно, и международные турниры. Международные турниры. То есть, можно сказать, этот спорт находится на грани, да, исчезновения. А вот скажите, опять же, большой футбол, мини-футбол, пляжный футбол, все-таки страсти больше кипят в большом футболе? Вот расскажите, в пляжном футболе есть вот, ну, интриги, закручено все это на больших деньгах? Или это больше шоу? Да нет, это везде, я думаю, так и в мини-футбол, и свои интриги есть, и в пляжном. То есть, конечно, их меньше, по сравнению с большим, все они есть там, и так что отличий такого нет. Когда с бразильцами играли, ставили себе цель вот выиграть? Ну, ставили цель выиграть, конечно, мы же ставили, но когда мы выходили вот на матч, мы смотрели, как бразильцы, допустим, выходят. Они выходили так вальяжно, что-то там смеялись, причем ребята все видели это. Не думали, что проиграют. Ну да, они причем сами нас завели вот этим своим настроем, и нам пришлось только доказать. Ну, для вас, наверное, самое значимое. Ну да, на сегодняшний момент это самое значимое, но самое значимое еще будет впереди, я уверен. Вообще, я так понимаю, что российский футбол, даже вот советский футбол, у нас всегда была некая своя школа, где воспитывались дети, которые шли в команды, в сборные, да. Они были, скажем, выращены на нашей земле, выращены нашими тренерами, да, и все такое. А сейчас, и посмотришь на команды, они просто, как сказать, уже приобретают, мы приобретаем других игроков, покупаем. Для кого мы тогда растим, для кого вы воспитываете, для заграницы, получается. Поймите, что когда вкладывают очень большие деньги, никто не хочет ждать нужный результат сегодня и сейчас. Ну неужели, что в нашей большой стране... Конечно, хотелось бы, чтобы за сборную играли свои ребята. Ну вот, к примеру, в большом футболе ребята собрались и говорят, что насчет Тверитона и попросили, чтобы его не брали в сборную. Ну, в мире футболе такого не произошло, значит, их это устраивает. Хотя, вот я слышал, что наш вратарь, национальная сборная, которая много лет играл, остался недовольным этой позицией, руководством и решил прекратить выступление за сборную. Ну, поэтому каждый решает сам, ну, в принципе, принимает решение руководства. Наверное, тоже нужен результат. Хотя я считаю, что в мини-футболе есть игроки, ну, и до этого мини-футбол... Ну, в России высоко котировался, и ребята играли в финале чемпионата Европы, занимали призовые мастер-чемпионаты мира и без бразильцев. Ну, сейчас решили усилиться ими. Ну, как показывает, вроде бы, тоже они отдаются игре полностью, но не хватает мест для наших ребят. И мне кажется, знаете, не хватает еще патриотизма у этих людей. Мне кажется, все-таки русские люди... Ну, люди, которые даже... Я бы не сказал, я видел, как они играют, если честно, они отдаются полностью, да. Закладно отрабатывать. А в пляжном футболе тоже покупают игроков? Нет, сборной такого нет. В клубах, конечно, есть покупают бразильцы, потому что они, не секрет, лучше всех играют. Умеют играть в футбол, в любой... Бразильцы, тем не менее, вы обыграли. Обыграли, да. Вот видите, можно и без бразильцев обыграть бразильцев. Вот я и говорю, что можно обойтись-то, мне кажется, своими резервами-то у нас же есть. А вот, кстати, вот, Сергей, вам вопрос. Вы играли за украинскую команду. Как отличается сильно украинская сборная, игра вообще так, или как бы это все одно? Да, и вообще, футбол на Украине и футбол в России. Это же Киевская «Динамо», да? Конечно, конечно, отличается. На Украине он более атлетичный, силовой такой, да, а в России он более техничный футбол. Ну, украина всегда славилась физическая подготовка, и быстро бежать, долго. Скажите, а семьи ваши, они приходят вот именно в Твернире, вот в Щелковском болеть завод? У меня сегодня даже тесть, теща пришла, и родственники, смотри, да. То есть раньше в Москву не ездили, а теперь в Боб пришел, покидывал. У вас, и у Сергея, у вас сыновья, вот, кто у нас пока не завелся. Расскажите, как вы относитесь к тому, что ваши сыновья, я так понимаю, у вас сын играет, и у вас, наверное, тоже, да? Да, у вас сын как футболистик сын. То есть вы хотите, или как, вот вы, у вас сын поставил себе цель, вот хочу там играть, или это просто так, как у вас так получилось? Ну, вот расскажите, вы Сергея. Ну, у меня старший сын играет в мини-футбол, он занимался большим футболом. В Локомотиве играл, но сейчас он уже играет в дубли «Газпром» Югры, в команде, я раньше в ней тоже играл. Сейчас его туда пригласили, и он играет там. А младше, вот младше вообще с футболом никак, даже не смотрит по телевизору. Но вы по этому поводу не переживаете, не заставляете его? Да нет, конечно, но каждый выбирает себе сам дорогу, если ему не нравится. А сколько лет у вас заставить? Вот вашим сколько? Старшему 14, а младшему 10. А у вас это все? Старшему 11, а младшему 8 сейчас будет, 8. Ну, старший тоже у меня начинал здесь с 5 лет в мини-футболе тоже, потому что возможности Москву возить не было, чисто физически. И, ну, все-таки, хотел большой футбол дать, но здесь щелка у нас его нету, не было с таком раннего возраста. Но мини-футбол, я считаю, отличный был вариант на тот момент, и, то есть, он ходил с удовольствием. Самое главное, я его практически вообще не заставлял, вообще не заставлял, потому что, если у него есть желание, пусть тренирует самое главное желание. Ну, расскажи, пожалуйста, Геннад, скажи, ты часто удается так играть с папой? Ну, да, бывает. Раз-два в месяц так. Это часто? Допустим, хотелось бы почаще. Ну, не знаю, нормально думаю, у меня же тоже тренировки, папа занят. Где играешь? В Дубле, в Кагазпром Югра. Папа тебя учил играть в футбол? Ну, в основном, папа в детстве, потом тренера уже. Ну, как ты считаешь, папа, ну, и достойный, достойный тебя вообще? Ну, конечно. У него такой опыт. Сергей, а как оцениваете вообще способности сына? Есть ли такая какая-то оценка вообще? Ну, как любой отец, наверное, всегда скажется, что есть над чем работать, да. Ну, оно действительно так и есть, потому что останавливаться никуда не надо. Ну, Герману еще нужно много работать для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. Скажите, пожалуйста, есть какие-то планы на будущее? Вы говорите о ваших вот желаниях и так далее. Он говорит, где он хотел бы играть или там, как он бы хотел, на какой уровень бы хотел? Ну, понятно, если он сейчас тренируется с лидерами, можно сказать, суперлиги и по игровым качествам и командам. В такой команде играет. Конечно, задача у него, он себе ставит, скорее всего, попасть в эту команду, в «Газпром-игра», чтобы уже играть в основном составе. Ну, до этого еще, конечно, далеко, но стремится. А на играх сына бываете? Бываю, но он иногда просит, чтобы я не приходил. Так? Ну, почему? Ну, я знаю, смущаюсь, боюсь. Папиной критики боишься? Нет, просто, что там, ну, давление такое, папа смотрит, будешь ошибиться. Ответственность? Да. Чистишь ответственность? Да, наверное. А как мама ваша относится к тому, что и папа, и сын, как он вообще? Ходит на матч, смотрит, болеет? Ну, в последнее время нет. Не знаю, я далеко играю, далеко уехать туда, и мама работает. Слушай, ну, жизнь же футболиста, она связана с разъездами, действительно. Ты вообще к этому готов? Ну, конечно. Хочешь, это же, хочешь, вот, да, действительно, серьезно ходят в пустое? Ну, да. А вот сами вместе на матчи куда-то ходите на футбольные? Да, бывает. Куда в последний раз ходили? На прощальный матч и все его. Да? Да. Это или место. Да, про эмоции. Ну, что, понравилось. Был много, много мастеров, которые, может, что некоторые даже великие, игроки, таких, Роберта Карлос, клуб, приятно посмотреть, живем. А скажите, вообще вместе бывает досуг еще? Как проводите в вашем доме игры в футбол? Есть какие-то у вас еще совместные? Ну, времени остается очень мало. Практически на выходные у него или игра, или у нас какие-то дела. Поэтому дома у него свои друзья есть тоже уже. А с друзьями удается, как у тебя друзья? Футболисты или разные есть у тебя, не только среди футболистов? Есть и футболисты много, есть и просто друзья, которые не занимаются спортом. Ну, спортом занимаются, а не футболом. Ну, тоже времени нет, да, на общение? Не, есть, бывает. Ну, вот когда у меня, допустим, нет тренировок раза два в неделю, мы гуляем. А у тебя сейчас экзамены? Нет, я уже сдал. Тяжело совмещать? Я в восьмом классе. Да, тяжело. Ну, как, удается? Учителя не ругают, да? Ну, так, средне. Что говорят-то вообще? Ну, ничего не говорят. Чтобы учился лучше. Да? Да. Ну, пап, тебя не ругает за двойки? Не ругает. Сильно ругает? Ага, у вас есть какие-то методы воздействия на сына? Как вот, какой есть такой метод воздействия незаменимый, который действует? Нет, ну, он взрослый парень уже, наверное, понимает, что нужно учиться. Правда, конечно, он встает, но если не требовать, то ничего не получится, мне кажется. Потому что неизвестно еще, как служит судьба. Будешь играть в футбол или не будешь, а учеба всегда должна стоять тоже на особом месте. А на поле ты в качестве кого выступаешь? Ну, в мини-футболе нет такого ярко выделенного защитника, нападающего, получения. Все в атаке, все в обороне. Гавлок нравится тебе? Конечно, нравится. А это все не по-безобеду, а лучше? Да, немного. Да, видно было. Молодой поколение-то наступает? Хорошо наступает? Да, конечно. Вот у них в команде много ребят, которые уже выступают за первую команду из дубля. Поэтому видно, что молодежь, да, есть. Надо с ней работать. Надеюсь, тоже они будут выступать хорошо. Гордишься папой? Да. Я очень горжусь своим папой. А папа гордится сыном? Да, горжусь. Антон, а как же у вас не сложилось? Нет времени на личную жизнь? Почему? Она у меня сейчас только начинается, развивается. Так что все нормально. Параллельно? Параллельно, да. Но в плане семьи есть? Семья, деньги? Семьи еще нет, но скоро будет. Антон, вы же у нас еще образование. Какое у вас образование, кстати? Я закончил институт инженерно-строительный МГСУ. Ну, в 2005 году, кстати, как раз началась у меня карьера. В этот же год я и закончил. Ну, по специальности не пойдете работать? Пока нет, пока у меня все хорошо. А дом построить сможете? Вообще легко. Да? Будем знать, кому пришли. Да, болезнь профессионал. Да, еще вот интересные такие вопросы, знаете, по поводу болельщиков. Вот я была на матче, не буду говорить в каком, но в Москве играли две московские команды, сильные, собралось, естественно, весь стадион, гремел, шумел. И я оказалась в гуще каких-то, знаете, ну, просто дико ревущей толпы, которая готова друг друга разорвать. И на моих глазах вратарю была нанесена травма. Да, если вы, наверное, видели, Кенпеева сломали ногу. Вот как вы относитесь, скажем так, к фанатским проявлениям болельщиков? Вы сталкивались когда-нибудь с тем, что, допустим, болельщики там как-то на вас реагировали бурно? Или вообще вот как вы относитесь? Ну, раньше нет, ну, естественно, когда команда проигрывает, то болельщик где-то недоволен, может быть, да, хочет, чтобы всегда команда выигрывала, но не помню такого особого какого-то недоброжелательного отношения со стороны болельщиков. То есть, таких вот, о чем вы говорите, может быть, проявлений, да, хулиганских где-то, может быть, недоброжелательных, особо не помню. Да, где-то неудачный матч, неудачная игра, может быть, какая-то, да, болельщики недовольны, но это нормально. Разные ли болельщики, или они везде, да? Отличаются, да. То есть у нас не цивилизованные? Или как бы эмоциональная нация, да, поэтому, наверное. Не, ну просто порой такие вещи кричат, знаете, аж сидишь и уши затыкаешь, это же, наверное, сбивает. Да, она сбивает. А как, кстати, про судейство скажете, вот, и в частности на этом турнире, и вообще, вот, отличаются ли судьи, например, России от судей... А судьи кто вообще? Конечно, отличаются. И есть такие турниры, когда судьи просто играют игроки, которые уровнем выше, чем судьи. То есть, допустим, они уже... Ну, судьи не успевают за ними, они не понимают, как там человек, допустим, отобрал без фола, они думают, что с фолом. На этом турнире сегодня вообще вопросов нет к судейству, все нормально. Сегодня были какие-то специальные приглашенные судьи, так что все нормально. А сегодня судил судья в Суперлиге футбола. То есть уровень высокий, да. Да, и на самом деле этот турнир очень полезен, я думаю, для нашего района, потому что около 160 команд, если не ошибаюсь, летние. Да-да, в районе сейчас вот играют на чемпионатах. Проводятся на любительском уровне. Организовали этот турнир, это очень хорошо. Людям есть, как провести свободное время, кто любит футбол, играет в футбол. Я думаю, что этот турнир очень... Очень важен и очень полезен. Очень важен, да, для здоровья нашего района. Если бы не было турнира, то вообще, что бы делали в Щелку, они в футбол бы вообще не играли. Команды нет своей, ходить некуда. Буквально только начали, да, этот турнир, и уже вот сколько команд. Да, согласна. Это говорит о том, что наш район любит футбол, любит спорт, поэтому надо, как бы, как бы, поднимать, да. Поднимать, да, возрождать. В Щелковском районе. Ну, это же зависит от многих людей. К сожалению, не только от района, да. Тут, да, тут, наверное, важен и тренерский состав, правильно? Наверняка встречаются и действительно какие-то тренера непорядочные, да, которые как-то, может, перетягивают идеалы, которые затеют какие-то интриги и при этом теряют. Нет? Ну, я считаю, самая главная проблема – это где-то найти финансирование какое-то, правильно? Уровень зарплат нормальный вам позволяет, действительно? Тренерская, допустим, зарплата хорошая? Да. Ну, как сказать. Прямо? Первый год-то, когда я работал, полгода ставка была у меня, ну, низкая. Ну, нарабатывали, да, вот? Ну, год отработал, сначала был, как это называется, срок. Схожок. Испытательный. Да, испытательный срок, да, полгода, потом. Тем более, я был помощником, да, и, ну, вот, сейчас год отработал, зарплату повысили по всей академии, и, в принципе, сейчас более-менее по зарплату. Конечно, не сравненно с тем, что я получал, когда играл. Пример людей, да. Сергей, у вас никогда не возникало желание тоже заняться тренерской деятельностью? Ну, я вот только закончил, как полтора месяца, в середине января. Полтора месяца, что вы закончили? Закончил играть. А. Да. Ну, пока нет, да? Ну, пока есть никаких предложений. Нет, ну, почему не тянет? А сейчас чем вы занимаетесь? Пока отдыхаем. Отдыхаете? Слушайте, ну, без футбола, наверное, вы не можете. Мне кажется, вот даже вот если у вас будет свободное время, вы пойдете играть в футбол. Да? Ну, если будет выбор, да, то, конечно, футбол. А другим каким-то спортом там, не знаю, есть какие-то еще? У меня на лыжах, на горных катаюсь так периодически. Такой экстремальный вид спорта. Да, очень опасный. Да. В Андорру ездили. А в договоре, кстати, есть, да? Рискуйте? Ради лыж, я готова. Ну, да, там есть. Нормально, все отходится. А вы, Сергей, есть какое-нибудь увлечение? Ну, кроме футбола, там, спортивное? Нет, ну, особо нет, спорт нет. А вообще, чем любите в свободное время заниматься? Как отдыхаете? Любите ли, не знаю, природу, шашлыки? Мячик бьем, идем играть, да? Ну, к сожалению, у меня сейчас за временем просто. Просто беда, потому что каждый день тренировки, выходные, это тур первенства зимнего или летнего первенства в Академии у нас. В свободном времени просто нет. То есть, в свободный день это с семьей, конечно, все. С семьей у меня, тем более, сын играет в Академии. Мне получается, что бывает, что вообще без выходных, если мы играем на выезде, то я день с ним ездю, с младшим возрастом, потом со своим возрастом. Получается, вся неделя вообще без отдыха. Поэтому с свободным ясном просто нет. Еще первенство района, да, Хавел? И будет сейчас здесь задействоваться меня, поэтому в свободное время. Мало, очень мало. А как вы считаете, ритм вот сейчас, раньше он был спокойнее, или бы он такой был, такой же насыщенный? Да вообще в Москве, я был в других городах, в Москве очень серьезный уровень, такой ритм очень большой. Жизнь бешеная, бешеная. Самое ценное это время, и времени тут ни у кого не хватает. Действительно, приезжаешь домой, быстрее увидеться там с мамой, с родными, и все, тебе надо уже обратно, какие-то дела появляются, что-то там, и бегаешь. Антон, а почему вы перебрались в Москву? Наоборот, все из Москвы бегут. Потому что физически мне ближе ездить. Конечно, отсюда ездил, тут сейчас пробки такие, по три часа можно в одну сторону ездить, а там мне 15 минут, 20, и все. Ну да, потому что наша земля, конечно, она... Богатая. Да, да, Щелковский район. Дорогая. Воздухом богатый. И вот у нас тут замечательный универсальный комплекс есть, да, где можно прийти в любую погоду. Как ваши жены переживают то, что вы практически постоянно находитесь в активной футбольной форме, играете, ездите на тренировки. Боятся ли они, что вы как-нибудь придете с переломом, с каким-нибудь ужасным? Да, с очередной травмой. Живут нашу жизнь, да. Живут футболисты. То есть живут? Живут подстраиваются, да. Живут нашими. Если не подстраиваются, то нет. Привыкли? Нет, сказал так, что понятно. Истерики. Ну, конечно. Обижаются на это. Когда я позвонил, сказал, что у них лечу не домой, а в Германию на операцию со сборов, да, что он, конечно, уже седой волос прибавился. А потом, когда был рецидив, опять операция повторно, ну, жалко не было возможности поехать со мной туда на операцию. Ждала здесь, да, ну, и сделаешь. Но не говорил никогда, бросай, все, хватит уже. Да, потом сказал, заканчивай, все, что-то может. То есть жена сыграла роль в том, что все-таки… Ну, я потому что все-таки восстановился после двух операций, до крестообразной связки. Восстановился, потом еще два года играл в второй лиге. И потом опять мениск на той же ноге. И сказали, что она сказала, все, давай уже, думай. О здоровье. Я восстановился, доиграл в сезон. И потом уже ждал предложения, может быть, еще поиграть год. Думал, думал, и заканчивай все, хватит. Ну, я уже сам понимал, что все-таки колено не железо. И все равно, когда поступил предложение, отказались. Сюда? Все равно, да куда-нибудь пойду, да, по тебе? Сюда очень-очень, под таким контролем каждое движение уже. Тем более покрытие такое для меня. Жестковатое, да? Другое, жестковатое, я чувствую, да. Коленочка, то, ну, го. Коленочка, если чувствуешь, все. А у вас как все-таки? Ну, моя жена с самого начала практически не пропускала. не одной домашней игры. А, то есть она любит футбол? Да, я чувствую поддержку и буквально, я скажу, что практически все успехи, которые я добился, связываю только с ней. Благодаря ее поддержке я этого и добился. А она кричит там в зале, давай, Серега, давай, нет? Нет, никогда не кричит, сюда спокойно идет. Спокойно, да? Она знает, что все будет хорошо. И слава богу, что за 20 лет карьеры у меня не было ни одной серьезной травмы, ни одной операции. Вот. Поэтому таких глубоких переживаний по поводу здоровья не было. Антон, а вот вы женитесь, и вам жена скажет, так, знаешь, что, дорогой ты мой, завязывай-ка ты с этим футбольчиком, давай инженером иди гусенировать. Да нет, ей самой нравится то, что я играю в футбол, я получаю удовольствие от жизни, то есть я занимаюсь любимым делом. Она сама вместе со мной радуется тоже. Она видит, что я счастливый, и как бы она же меня любит по-настоящему. Я ее понимаю, конечно, когда я постоянно отсутствуешь дома, нет тебя. Ну да. Понять ее можно, но все равно она познакомилась со мной, когда я был футболистом. То есть она знала, на что идет изначально, она уже смирилась с этим. То есть жены футболистов, это практически жены декабристов. Ну, что-то читало, да. Главное, что моя жена, когда познакомились, думали, что футболист ходит на работу. Прошел на работу. Вечером дешевом. График, график. Я обещаю на три недели на сборы. Ну да. Насколько? А у меня жены нельзя просто поехать, отриваться, приехать. Сейчас зима, здесь снега, отриваться, поэтому мы и взяем на три недели на сборы. Были сложности в первый момент, то есть, как, две-три недели. Более, раньше, три месяца большой футбол, считаю, безвылазно на сборах. А дети маленькие наверняка. Деваль, февраль, март, у нас постоянно на сборах. День 20-10, ты опять уезжаешь. Точнее, что вот это время без семьи. Скажите, а автографы брали у вас когда-нибудь, вообще узнавали или узнают? Брали, сейчас нет. Здесь, наверное, действительно за честь с вами поиграть, я думаю, сюда. Многие стремятся даже, чтобы до уровня дотягиваться, мне кажется, так. И вот тем более нашу передачу посмотрят люди, скажут, что у нас люди играют здесь в Щелковском районе. А мы даже не знаем. И еще команд 10 прибавится. Да нет, я думаю, что у нас действительно все-таки... А вот какой вопрос хотелось задать, важный. Как вы считаете, в России самые главные проблемы в нашем футболе? Какие? Ну, чего не хватает? Конкретизируйте их в детспортах. Большой, пляжный. То есть в каждом они свои отдельные? То есть одной нет какой-то проблемы? Проблемы. Вот площадки, давайте возьмем... Стадионы? Нет хороших стадионов, да. Нет, большой футбол. Нет хороших стадионов. В мини как-то легче. В мини-футбол. Даже в городе Щелково, да, какая-то прекрасная арена для мини-футбола. И, правда, и для большого неплохая, но... По большому счету хороших, больших стадионов очень мало. Химки. Что сейчас, Райминская раньше был хороший стадион. Сейчас все, Сатурна нету, где я играл тоже раньше. Хороший тоже футбольный стадион. Ну, еще, наверное, погодные условия, я думаю, тоже играют. То есть климат наш играет, да? То есть в Бразилии тренируешься там круглый год на открытых площадках? На тройке, да. Там же тяжело, там воздух-то... Какое там дышать, наверное, там влажность? Небо не знаю. А в пляжной футболе, Антон, нет проблем? Да, проблем почему есть? С хорошим песком. С хорошим песком. А песок его есть? Стравка-то у нас нет, правда? Его завозят, да? Площадки в Москве какие-то? Ну, зимой, да, завозят. Зимой мы сейчас играли, привозили в Лужники песок. А летом есть площадка, две площадки. В Строгино и в Серебряном Боре свои местные. Но там тоже привозной песок. А так проблема одна, финансирование. А вот что касается большого футбола, мне не нравится. Смотришь, допустим, другие чемпионаты, Англия, Испания. У нас даже картинка, не хочется, особо желание не вызывает смотреть. Ну да, согласен. Но это уже, наверное, все-таки такой момент, не относящийся ни к футболу. Ну это что касается стадионов, почему? Ну технически, это скорее как бы... Ну да, это РСПЛ там или кто? Ну если, да, не смотришь, если на УКамп Борсилон, или в Истонске. Ну да, согласен. В Истонске, где снег варит, да, и с ума сходят на трибон. Спасибо вам огромное, ребят, правда, что длили нам время. Очень приятно, что вы играете в нашем Щелковском районе, здесь, в универсальном комплексе Манеши. На вас можно прийти, посмотреть. Вы все трое таких замечательных футболистов. Желаем вам побед, успехов, ну и, конечно, здоровья вам и вашим семьям. Спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok